Имущество бывшей колонии АП-162-5 в Северной промзоне выставили на продажу. Комплекс зданий общей площадью больше 10 тысяч квадратных метров включает в себя административный корпус, общежития, различные бытовые помещения. Стартовая цена – 122 с лишним миллиона тенге. Все подробности в бизнес-блоке новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартовых перевели в другие регионы. Всего по этапу отправили 124 арестанта. Бывших сотрудников исправительного учреждения трудоустроили. Провели санобработку помещений. Как известно, колония была специализированной для больных туберкулезом. После объект передали местным исполнительным органам. На торги выставляются объекты недвижимости учреждения АП-162-5. Стартовая стоимость, которая составляет 122 миллиона 778 тысяч 320 тенге. Гарантийный взнос составляет, согласно правилам продажи объектов, приоритизации 15%. То есть это 18 миллионов 416 тысяч 748 тенге. Данный объект у нас состоит из 24 объектов недвижимости. То есть туда входит административное здание, 10 объектов общежития. Также там имеются баня спрачечная, сапожная мастерская, столовые и так далее. Имущественный комплекс на торги выставляется впервые. Метод на повышение цены. Участников должно быть минимум двое. Если реализовать не удастся, согласно правилам проведут повторный аукцион. На понижение стоимости до 50% от стартовой. В третий раз уже без установления минимальной цены. Первые электронные торги объявлены на 15 октября. Средние цены на отдельные виды продовольствия, которые были зафиксированы в сентябре в регионах, опубликовали в Комитете по статистике нацэкономики. Всего включили 16 наименований различных товаров. К примеру, хлеб, молоко, яйцо, соль, овощи, в том числе яблоки и бананы. Согласно официальным данным, в Павлодаре зафиксированы самые низкие цены по республике всего на 4 продукта питания. Это масло сливочное несоленое, которое, как отмечается, продается по 1812 тенге против октауских 3665. Также в списке самых дешевых товаров числится картофель, реализуемый у нас по 75 тенге против максимума в 147 тенге в областном центре Мангестаусской области. Капуста белокочаная и морковь по 80 тенге против 163 на юго-западе страны. Правда, в статистике самых высоких цен Павлодара ни по одной позиции нет. Там в основном фигурируют Алматы, Нурсултан, Актау. Тем временем инфляция по стране за январь-сентябрь составила 3,3%. В Павлодарской области показатели еще подсчитывают. Что касается стоп-фонда, на складах есть порядка 6 тонн риса, больше 72 тонн муки первого сорта и 250 тонн.